приветствую друзья сегодня у нас распаковочка давайте откроем посылку посмотрим что внутри я думаю сделать сегодня такую довольно объемную распаковку небольшим тестированием и у нас лицу те кто смотрят мой канал знают blitzwolf по вот такой зарядочке которые активно использую уже наверное почти полгода офигенная зарядка на этот раз у нас опять blitzwolf посмотрим что это спасибо за выбор blitzwolf на этот раз у нас друзья портативная колонка комплекте у нас гайд с описанием что где так вот такая бумажечка так как то но все кверх ногами ну ладно кабель для ношения на руки ремешочек отлично и usb micro usb кабель так давайте рассмотрим сами колонку для чего нужна колонка друзья многие знают что я много путешествую хожу в походы езжу другие страны что мы имеем друзья сзади судя по всему фазоинвертор наверное вряд ли это динамик басовый хотя все может быть что-то сзади друзья сверху микрофон для ответа вкл-выкл перемотка плюс-минус включение bluetooth и ответ на звонок на передней части два динамика здесь вот они вот тут вот находятся здесь это судя по всему для крепления вот этой штучки с этой стороны у нас micro usb для зарядки судя по всему это второй микрофон или кнопочка сброса даже не знаю что это такое и есть выход под вот этот кабель для проводного подключения для чего это все нужно друзья снизу ничего нет есть у меня вот такая замечательная колонка все с ней здорово отлично играет великолепная колонка huawei но нет у нее возможности подключать кабель я использую вот такое звуковое решение это audioplayer у него нет bluetooth у него hi-fi звук это мой любимый аудиоплеер и вот с таким вот решением с такой колоночкой это не работает поэтому все время я использую вот такую колонку с ней буду сравнивать эрсон схожие решение наверно год уже с ней путешествовал таскаю в походы ну будем сравнивать друзья давайте включим посмотрим вот так включил до щелчка кнопочки нажимаются ну давайте будем использовать давайте одинаковые есть у меня вот такое такие кабели куплены отдельно раз еще один есть кабель который мы воткнем сюда как гарнитуру я ее использовать не собираюсь она будет исходна исключительно для звука включаем плеер сейчас посмотрим что более интересно давайте сначала здесь играем так чтобы не заблокировали играем так снова сюда играем так это играем так 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 Так, ну, мне, друзья, уже все ясно на самом деле. Что я могу сказать? Изначально громкость мне показалась в этой колонке выше, но потом кнопочками плюс-минус я громкость поднял, стало нормально. По аккумулятору, друзья, аккумулятор здесь и тут, и тут большой достаточно, и тут, и тут поддерживается Bluetooth. Который мне не нужен. Если вам нужен Bluetooth, он и тут, и тут есть. Можно использовать как гарнитуру, но для меня важно как проводная колонка. Вот в этом вот классе будем ее рассматривать сейчас. Громкость, друзья, здесь выше. Защита здесь также, судя по всему, имеется. То есть можно брать с собой в поход. Видите, везде все закрыто. Что еще могу сказать, друзья? Качество звука, этот динамик вибрирует прямо на саббасовых частотах. Очень приятно. Я вот взял его в руки, вот так вот держать. Очень круто. Здорово вообще. Громкость понравилась. Единственное, наверное, что осталось проверить, это возможность подключения по Bluetooth. Зачем-то здесь есть код для сканирования. Вот, судя по всему, нужно какое-то приложение для соединения. Ну, давайте попробуем соединиться с обычным телефоном моим. Так, включаем Bluetooth. Вот, вижу, Blitzwolf F1. Подключаемся. Подключено. Так, и теперь попробуем здесь что-нибудь проиграть. Давайте. Какую нестандартную мелодию. Давайте. Такие вот рингтоны от Верту. Итак, что я могу сказать, друзья. Здесь два динамика. Это, судя по всему, что-то типа фазоинвертора. Есть защита от воды. Есть поддержка Bluetooth. Bluetooth здесь четвертой версии. Аккумулятор на 1800 мАч. Это примерно около 4 часов он будет заряжаться. И играть будет около 12 часов, друзья. Это лучше, чем на моем любимом Erson. Более компактный. Как видно. Удобный, легкий. Ну, мне нравится, друзья. Теперь в походе у меня будет вот такая гарнитура. Хорошо, что используется здесь не Bluetooth 2, а уже Bluetooth 4. Он более экономный. То есть, можно пользоваться через телефон, если вы используете музыку на телефоне. Также очень здорово, что можно использовать через провод, через обычный плеер. Это будет работать еще дольше. То есть, если вы хотите максимальное качество и максимально долгое время работы, лучше использовать провод. Если же вы хотите как-то там не зависеть от проводов, то лучше, конечно, вам Bluetooth подойдет. Рекомендую, друзья. Сам буду пользоваться. Позже отпишусь, как она мне. На этом подписывайтесь на канал. С вас лайки. С вас подписка на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok